Друзья, мы начинаем очередное заседание клуба улицы Правда. Сегодня наш почетный гость это профессор Сергей Вячеславович Савельев. Не первый раз у нас здесь и мы его очень любим, не только за доклады, но и за дружбу. Подписывайтесь на телеграм-канал Клуб улицы Правда, потому что там появляются всегда в первую очередь наши ролики, а на ютубе нас могут забанить, поэтому мы перейдем, если на другой канал, вы не потеряете с нами связь, если будете подписаны на телеграм-канал Клуб улицы Правда. Подпишитесь сейчас. Спасибо. Профессор, вот если мы взглянем на наше политическое поле, мы увидим там всяких разных деятелей. Одни из них связаны с дипломатией, другие никогда в жизни с дипломатией не занимались, в общем-то ведут переговоры, но результата нет ни у всех, ни у других. Что происходит с головами или с мозгами тех, кто на сегодняшний день стоит на вершине государства? Понятно. Я, в общем, об этом и хотел рассказать. Ну, как всегда, придется начать немножко издалека, потому что с головами все хорошо. Волосы, если есть, причесаны, набриолинины, там все хорошо, а вот с мозгами дело плохо. Значит, здесь надо понять очень простые вещи, которые на самом деле в истории повторяются непрерывно, но не в том смысле, как объясняют историки. Давайте посмотрим на прошлое и станет ясно будущее. Ничего ясно не будет. Это глупость абсолютнейшая. Почему? Потому что мозг эволюционирует, то есть изменяется непрерывно и таким образом на самом-то деле переносить из прошлого опыт человечества в сегодняшний день очень сомнительно, а уж будущее вообще ни о чем. Но есть общие закономерности, которые позволяют нам понять, что происходит. Но обратимся чуть-чуть назад. Вспомним ту же самую Германию в 30-х годах. За сколько времени они умудрились немцев превратить в послушных любителей Алоизовича? Это в чем дело? Потребовалось меньше 10 лет. И вот смотрите, бюргер, который спокойно жил наперевес с сосиской и с кружкой пива, который был абсолютно счастлив и в полной гармонии своей идеологии. Вдруг за какие-то несколько лет взрослые люди стали там зиговать, массово лить слезы по поводу «увидев только любимого фюрера издалека». В чем дело-то? Что? И вы можете сказать, ну вот ладно, на Украине 30 лет – это значит 4 поколения, с 3 до 7 лет действительно в этот момент запечатлеваются инстинкты, и потом сделать ничего нельзя. Эти люди не переделываются. Из них можно, приложив, поставив по 5 человек психологов и психиатров каждому, может быть, одного из двух тысяч вытащить. Это известный феномен. Ничего не сделайте. Сейчас объясню, почему. А там-то вообще в Германии взрослые люди и вдруг раз, и все стали за. То же самое на той же Украине. Взрослые люди, причем нормальные вроде бы, опять все раз и стали за. Вот таких причем извращенных форм национализма. В чем дело? Если мы обратимся к истории, то выяснится, что все это очень быстро происходит. И списывать только на педагогический процесс, что вот их так воспитали, не приходится. Потому что вспомните даже опыт нашей страны, который был построен действительно. Там приложили колоссальные усилия, оторвав детей из семей, чтобы убрать религиозное мировоззрение. И детские сады, даже ясли, школы, все эти организации, пионерские, комсомольские. Все это было для того, чтобы в кратчайшие сроки изменить набор социальных инстинктов. Это, конечно, помогает. Но и взрослые почему-то так быстро меняются. И за что мы не возьмемся, все время оказывается так, что есть огромное количество людей, которым достаточно минимальных предложений по изменению радикально всего на свете, и они тут же меняются. Вспомните наши 90-е годы. Как те самые инженеры, которые были октябрятами, комсомольцами, коммунистами, дружно и весело побежали разворовывать свои собственные заводы. Там из них действительно 5% плакало и рыдало. А остальные-то что делают? Остальные как раз моментально адаптировались к этому и стали делать что? Просто заниматься грабежом, самым примитивным, который только мог быть. Все на продажу. Ну, известно. Центр Москвы был запружен людьми, которые тащили заводы все, что угодно, и продавали там личные вещи, оборудование. Большинство из вас это видело. Почему произошло за какие-то несколько лет, и никакой патриотизм, никакие многолетние усилия по воспитанию, ничего не помогли? Получается парадоксальная ситуация. Нас сейчас призывают в том числе заняться таким патриотизмом. Это бессмысленно абсолютно. Произойдет ровно то же самое. Посмотрите с Европой сегодняшней. Всего 10-12 лет назад они нормально относились к русским. У меня там и работало, и в Европе, и в США. Абсолютно нормально. Что с ним произошло? Что это вдруг они перековались мгновенно? С чего бы это? То есть что им по телевизору сказали, что русские бяки, и они после этого стали все кричать «бяки, бяки». Как так там 30 лет? Или 40? Или сейчас как День Победы? 70 лет. Они все говорили «да-да», а потом вдруг раз, через 5 лет, говорят «нет». Все. Все не так. То есть мы с вами сталкиваемся с очень интересным феноменом, который на первый взгляд необъясним. Почему люди, на которых уже потратили огромные усилия для того, чтобы их превратить в то, что нужно для государства, воспитать, образовать, вдруг в одно мгновение превращаются в диких казнокрадов, диких расхитителей социалистической собственности и прочее-прочее. Мгновенно. И никакое образование, никакое воспитание не помогает. Образование оказалось очень хорошо для того, чтобы еще лучше воровать. Ну, отлично. То есть мы в данном случае имеем не феномен, который сегодня ставится в углову угла. То есть говорят, давайте мы вот создадим патриотическую идею, выработаем инструменты, как в социалистическое время, и мы возьмем, и люди сделаются. Вот это слово «сделаются» является страшной ложью, потому что непонимание того, что происходит в головах, рождает такие странные заблуждения. Что же происходит в головах? И почему так быстро, несмотря на колоссальные устилии образовательные, пропагандистские, воспитательные, ничего не получается? И самое главное, получаться не будет. Сейчас объясню, что происходит. На самом деле человек принимает решения за счет нескольких очень простых систем, которые у нас находятся в мозге. Эти системы работают практически раздельно. Сейчас объясню, как. Хотя они взаимодействуют, конечно, между собой, но их можно выделить, так сказать, в отдельные ипостаси. Значит, первое, когда ребенок развивается, растет, маленький, первым дифференцируется что? То, что является нашим наследством от обезьян, инстинктивно-гормональные центры, или еще называют лимбической системой. Но это то, что ребенок, когда лежит на спине, на полу, дрыгает ножками и кричит, дайте мне, купите мне шоколадку или машинку. Вот в данном случае он никакого отношения к людям не имеет. В данном случае мы видим чистое лимбическое поведение, а самые обычные – обезьяны. Сколько ни уговаривайте, что перед нами человек, уговорить не получится, потому что до восьми лет это все поведение мотивировано исключительно лимбическими центрами. А для того, чтобы получить удовольствие от родителей, то есть, чтобы они его похвалили, он будет имитировать вам все, что хотите. Будет пыхтеть даже над теоремой ферма. Бесполезно, но будет пыхтеть. Делать вид. Ну и все остальное. Лишь бы внимание взрослых получить. Только после восьми лет начинается замена древней обезьянной системы. То есть, то, что называется первичным сознанием. Которое нужно для того, чтобы добывать пищу, в том числе обманывая родителей, добиваться их расположения и спасаться. То есть, простые очень вещи. И только с восьми примерно лет начинает дифференцироваться кара, та самая, с бороздами и звильными. И начинает формироваться вторичное сознание. Зачем оно нужно? Оно тоже не для того, чтобы думать. Оно для того, чтобы обеспечивать лимбическую систему адаптациями к социальной среде, в которой ребенок живет. То есть, так он просто падает и визжит, и ногами дрыгает. Ему не хватает только витамина Р с педагогическими целями. А так он становится хитрее. Он приходит и говорит, мама, знаешь, в Васе уже третью машинку Феррари купили. А у меня еще ни одной нет. Вот для этого он использует кору. То есть, тоже не для того, чтобы думать, а для того, чтобы добиваться своих результатов, то есть, вымогать пищу, удовольствие и прочее, прочее. Это вторичное сознание. И завершается его дифференцировка у человека после начала созревания. То есть, когда вот он начинает созревать, то есть, половые центры, все эти самые прекрасные навыки обезьяния, первичного сознания и вторичного сознания, которые сложились, наверное, за счет коры, то есть, адаптивный, приспособительный. У одних родителей он будет, у одной бабушки, знаете, как дети, у одной бабушки с дедушкой. Он знает, на что их можно развести. Там, в 12-11 лет. Он разводит их на дно. Другие бабушки с дедушкой, они другие. Их можно тоже развести. Он их обязательно разведет, но только по-другому. Вот этому их почему-то учить не надо, обращая внимание. Тут все хорошо. То есть, вот это вторичное сознание позволяет делать такие штуки адаптивные. А первичные нет. Он везде будет клянчить, ныть, просить. Или воровать, или отнимать. А то, что происходит при половом созревании, этим завершается формирование вторичного сознания. Вот в таком виде живет около 90% людей. То есть, вообще мозги не используются ни для каких мыслей, ни для чего. Они существуют только для того, чтобы выполнять набор биологических задач. Размножение, еда и доминантность. То есть, выпендрешь, значит, секс и харчи. По-простому, по-шариковски. Это очень все просто. И только третичное сознание, когда человек начинает решать небиологические задачи. Вы попробуйте, вот посмотрите вокруг себя на своих знакомых. На себя даже можно с ужасом. И посмотрите, а вы какие-то задачи, кроме биологических, решаете вообще по жизни? И тут выяснится, что для того, чтобы решать небиологию... Это, значит, себе в убыток. Небиологические задачи практически заставить себя невозможно. Вот третичное сознание – это вот вы когда начинаете что-то делать не для себя любимого. Сделать это очень сложно, потому что это против всей биологии. Но именно благодаря третичному сознанию мы кое-как сбились в такие вот популяции, которые называем государством. Только благодаря этому. То есть, получается так, что для того, чтобы государство нормально функционировало, у нас должны быть люди, которые с третичным сознанием придумывают всякие штуки. Законы, например, религии. Это неважно, как это называется. Никакой разницы между законодательством гражданским и религиозным нет. Это нужно только для того, чтобы поддерживать систему иерархической градации человеческого сознания. Потому что тому, у кого первичное сознание, приходится показывать злого полицейского с дубинкой и с револьвером. Почему? Да потому что он, если хочет есть, он берет дубинку, идет на улицу и отнимает необходимое средство, чтобы поесть. Он не задумывается. Биологическая сущность лимбической системы не представляет никаких социальных ценностей, гуманистических начал. Там нет. Если обезьяна хочет есть, она ворует. Или отнимает. Или убивает другой, обезьяна ее съедает. Вот что мы унаследовали в качестве первичного сознания. Ничего другого. А если вы никакими другими способами, так сказать, общения не владеете и мозгом своим не пользуетесь, то тогда вторичное сознание, то самое, оно только позволяет умело соблазнить фертильную девочку или мальчика и украсть у начальника деньги изысканным способом. Все, больше те цели, то есть мозг подключается, большая кора, и она используется для того, чтобы утешить безутешную лимбическую систему. Не для того, чтобы посылать Гагарина в космос. Я вас умоляю. А совсем для других целей. И вот большая часть человечества так организована. К сожалению, даже вторичное сознание является редкостью, потому что для того, чтобы адаптировать свое поведение, надо напрягаться. Я уже об этом говорил, даже и в этой аудитории. Проблема использования вторичного и третичного сознания связана с тем, что оно очень дорого стоит. Я повторюсь вкратце. Суть такая, что для того, чтобы первичное сознание пользоваться, то есть, ну, простыми, нашими любимыми, ну, то, что так всем нравится, биологическими началами, достаточно всего-навсего потратить 10% от всего мозга. А в норме, напомню, мозг потребляет у нас от 10% в состоянии покоя или сна до 25% энергии всего организма. Это очень дорогая штука. Именно поэтому никто старается не думать, а просто, если можно, украсть, обмануть и прочее, прочее. То есть, мозг – это очень драгоценная вещь. Долго думать вообще нельзя, потому что у человека наступает истощение. Поэтому, когда входит там девушка необычайной красоты с мыслью на лице, которую невозможно найти, ты понимаешь, что все хорошо, замечательно, у нее прекрасное настроение, прекрасное самочувствие, она ни о чем никогда не думала. Мысль не отразилась даже там к 40 годам, ни одна. А бывает так, что она ненапряженно точит изнутри. И тогда это тоже на лице заметно. Почему? Потому что человек произносит слова, которыми думает, про себя, с помощью лицевых мышц. И если мыслей никаких нет, то лицо чистое, ясное, как у ребенка. А если, не дай бог, они появляются, то начинаются мимические проблемы и морщинки отвратительные. Так что имейте в виду, когда вы берете себе партнера по жизни, что слишком гладкое лицо может говорить совсем о другом. Так вот, если я теперь возвращаюсь к нашим баранам, то есть к мозгам, вынужден что сказать, что раз эта штука очень дорогая, и любое напряжение ума, то есть интеллекта, решения задачи, требует огромного расхода энергии, еще раз повторяю, в два с половиной раза увеличивается расход. Долго мы так думать вообще не можем. просто физически невозможно энергетически обеспечить активную интеллектуальную работу. Поэтому мозг защищается. Я уже говорил об этом. Защищается очень хорошо, умело. Чем больше, чем больше вы снижаете энергетические расходы мозга, тем больше эндогенных наркотиков вырабатывается внутри вашего мозга. Поэтому все с гладкими лицами, одухотворенные, кто живет точно по инструкции, неважно какой, которое написано в Торе, в Коране или в Евангелии, это неважно, главное, чтобы не думать, они еще и патологические наркоманы. То есть потому что они не могут оторваться от того, чтобы не сэкономить на работе собственного мозга. Поэтому так привлекательные очень многие формы, религиозные, особенно ортодоксальные. Но все время под наркозом, это же прекрасно. Что можно придумать еще лучше? Думать не надо, используя инструкцию. То есть что получается у нас, такой подводя некий итог? Что у нас есть три формы сознания. Первичное сознание, поскольку оно связано с обезьянными инстинктами, оно поддерживается. Вот на войск еды самки или самца и доминантности тут любые средства хороши. Обезьянный принцип. Любые рассудочные инструменты уже очень затратные. Поэтому что в конце концов получается? Вот идеальная структура государства по распределению владельцев разного типа сознания. Значит, в самом простом виде выглядит примерно так. 70% носителей первичного сознания, примерно 20% носителей вторичного сознания и 10% третичного. Значит, сразу объясню, эта штука нестабильная, потому что как только будет придумана структура, ну, как во времена, я не знаю, каких-нибудь того же самого времена зороастризма, когда зороастра придумал все эти истории, которые теперь называются почему-то авраамическими религиями. Ну, вот это что такое? Это как раз вот один придумал. Кстати говоря, у него была двойственная первичная модель, была двойственность сознания. Он предполагал такое развитие событий. Значит, когда он это придумал, это была просто структура, которая позволяла собирать налоги. Ну, просто, понимаете, если посмотреть на эти заповеди, о которых говорят во всех религиях, прямо или косвенно, то это что такое? Как было дело? Зороастра пригласил по-нашему теперь шейх и сказал так, у меня войск мало, собирать деньги не могу, а надо и много. Давай придумай. И этот ученый, среди ученых, видите, бывают мерзавцы, значит, за деньги, придумал монотеистическую религию с заповедями. Зачем заповеди? Правила нужны. Для того, чтобы как только человек родился, он сразу виноват. Родился, это же грех был, правильно? Деньги в кассу. Ну, и дальше все остальные заповеди, вы знаете, как хорошо исполняются. То есть, это хороший способ делать людьми виноватыми. То есть, если это убедить, серьезно поставить на хорошие рельсы, то все в порядке. То есть, структура бы возникнет, а система платежей будет налажена, так сказать, от всего сердца. Как вы понимаете, простой, надежный способ. Ну, и потом его копировали во всех аврамических религиях. Но не об этом речь идет. Речь идет о том, что вот этот Зорастр, он как раз представитель третичного сознания. Он придумал некоторую систему. Было до него? Да, конечно. Конечно. В Месопотамии там много чего было. И первые законы, которым две с половиной тысячи лет, они вообще не религиозные были. Находки есть еще до царя Хамурапи, там почти за тысячелетие. Были уже законы, по которым никакого отношения к религии не имели. Там в основном, как платить кому чего, как менять, как жениться, как разводиться. Это все известно, все это найдено не так давно. Задача какая была? Структурировать систему с владельцами вторичного и, самое главное, первичного сознания, которым объяснить ничего нельзя. Проблема заключается в том, что педагогической переработке эти люди не поддаются. Ну, вы можете сколько угодно стоять рядом с лягушкой и объяснять ей, что ты скоро лопнешь, объевшись червяков, но эта лягушка будет продолжать есть. Я в том числе видел неоднократно, как тритоны, например, переедают до такой степени, что в конце концов попадает мотыль, такой красненький червячок, который прорывает им брюхо изнутри. Ну, они так раздут, он лопается. Объяснить ему ничего нельзя. Вы можете ему читать любую духовную литературу, он будет продолжать есть. Вот лимбическая система предполагает вот такое отношение к жизни. Если размножаться, то так, чтобы покрыть своими потомками метровым слоем всю планету. Понятно. Если есть, то пока не лопнешь. Это тоже понятно. Ну, и так далее. А если уж выпендриваться, то, ну, ясно, что. Ну, это вот на улицу выйти можно посмотреть. То есть всего этого очень много. И первичное сознание предполагает биологические решения проблем. Что происходит? Откуда проблема возникла в той же Германии, когда за 8 лет люди расы сменили ногу полностью? У нас почему в момент вот этого смены направления, скажем, экономического развития, социалистического на капиталистический? Раз и мгновенно не единицы, а чепенцев, которые, например, сидят здесь сейчас. Я про чепенцев не говорю. Я говорю про массу людей, которые тут же поняли, что надо перестраиваться. И это возникло очень естественно. Обращаю внимание, это возникло не только среди людей, которые мало-мало имеют власти и, так сказать, ресурсов. Это возникло в райкомах партии. Откуда Чубайс взялся? Это же комсомольцы. Они сидели в райкоме комсомолы, и там вот эта вся компания, которая сейчас у нас цитирует как олигарх, напланировала, как будут пилить бюджеты. Как они будут... Вот, они сразу же превратили, поменяли. То есть они уже были такими. Никто их, никакой капитализм злой их не сделал. А в чем дело? Оказывается, существует такая биологическая закономерность, которая может разрушить при известном губанизме, подчеркиваю, при мармеладном отношении тем, кто нарушает законы, созданные обладателями третичного собрания сознания. Окажется так, что те люди, кто проявляют чрезмерный пацифизм, будут, собственно говоря, отправлены, как во Франции, на гильотину первыми. Объясню сейчас, что происходит в динамике. Понятно, что человек, который, например, инженер на заводе, вторичное сознание, он что делает? Он хорошо выполняет свою работу, никаких сомнений нет. Он, его долго учили, он прекрасно делает, там, я не знаю, что, ракету, пушку, автомобиль, авторучку, все равно что. А представители первичного сознания этого не могут делать. Они не то, что они плохие. Нельзя говорить, что они плохие или хорошие. Они просто биологический вид представляют. Для них многие вещи недоступны. То есть, ну как, творческая деятельность невозможна. Они выполняют биологические функции и вполне могут хорошо помогать этому инженеру. и выполнять, заобучившись там за несколько лет, какую-то узкую, конкретную задачу. Даже, может быть, очень хорошо. Я встречал людей, которые просто нарезают вот так полоски ножницами с шагом в 5 миллиметров. Ни один шреддер не нарежет так. Волшебники. То есть, это не значит, что их никак использовать нельзя. Но самое главное в другом. Они видят, что инженер, который придумывает новое, получает большую зарплату, и прочее, начинают имитировать. И вот тогда происходит самое страшное. Если у вас нет объективного социального отбора по результатам труда, а у нас сейчас даже у чиновников нет никакого отбора, они делают, что хотят, и никто ни за что не отвечает. То, что происходит? Происходит диффузия. То есть, первичные владельцы первичного сознания, собрав волю в кулак, начинают диффундировать слой вторичного сознания и третичного. И проблемы стоят не в том, что они какие-то плохие. Они просто не понимают, что происходит. В 99 случаях из 100 они хорошие люди. Они просто не понимают, что происходит. И когда их во вторичном сознании оказывается процентов 15-20, заводской КБ перестают работать. Гайки, получается, все время не подходящие по резьбе и прочее, прочее. Потому что они, в принципе, выполняют функции, не понимая зачем. Знаете, это как танцовщицы индийских танцев, не знающие индийской истории и языка. Они там показывают все эти телодвижения. А то, что на самом деле это рассказ сложный, требующий колоссальных знаний и подготовки для того, чтобы индийский танец продемонстрировать, они не понимают. И те, кто это понимает, что происходит из Индии, они просто катаются по полу со смеху. Вот ровно то же самое происходит, когда обладатели нетворческого, они хорошие люди, еще раз говорю, не надо ничего никак наказывать. Не надо ничего. Но они проникают из-за того, что существует конкурентное поведение, доминантность очень развитая. И они этим живут, они сосредоточены. В чем ужас? Человек творчески не может противостоять этому давлению. Почему? Потому что ему надо еще заниматься творчеством, он там решает проблему заводскую, изобретательскую, инженерную. А этот ничем не занимается. Он занимается только своей карьерой. Ну и что происходит через несколько... если у вас вся эта история продолжается несколько поколений, то происходит то, что в Европе. И вот мы сейчас смотрим там на правительство Германии такие зелененькие климактерические старушки, позельневшие то ли от недостатка любви, то ли от тяги к деньгам этих олигархов, которые ставят на ветровики. Непонятно от чего, но тем не менее. Они хорошие, они просто не могут понять, что происходит. То есть это вот такая диффузия, проникшая в третий уровень сознания, там, где их быть не должно. Возникает вопрос, а почему система все-таки настолько устойчива? Потому что все, кто диффундирует с первичным сознанием во второй и третий уровень, они имитируют поведение, иногда даже удачно очень. Как индийские вот эти танцовщины имитирующие индийские танцы, они тоже имитируют, создавая некий набор движений. И они видят, как делает тот, кто успешен и реально думает, прежде чем сделать. И делают точно так же. И вот как только доля изменится таким образом, напомню, 7, 2 и 1 соотношение, как только у нас появится там, например, 8, 3 и 2, можно закрывать государство. Уже ничего сделать нельзя. Предпринять рассудочное решение и провести его, даже если оно возникает, его невозможно. Почему? Потому что понимания не возникает никакого. И именно тогда, вот если такая ситуация складывается, то все происходит по мгновению волшебной палочки. Пришел Гитлер к власти, хоп, и вся Германия. почему? А потому что уже за время более-менее нормальной жизни, и обращаю ваше внимание, мне скажут, что как же Первая мировая война, господа историки, прикусите язык, потому что после этой войны немцы не чувствовали себя побежденными. Они сохранили практически все, а армия не была уничтожена. В Китае умели уничтожать вот эти системы. Почему Китай так долго существует, хотя и неравномерно? Потому что у них был очень простой принцип. Ну, во-первых, чиновники вынуждены сдавать экзамены. Всегда и до сих пор это сложный экзамен на чиновничью квалификацию. А кроме этого, если чиновник провинился, то там происходил настоящий церебральный сортинг. Он укорачивался на голову, а также пять поколений вокруг него. И все. это семя исчезало навсегда. То есть существовал в Китае проверенный тысячелетиями механизм церебрального сортинга по результатам. Не как я предлагаю по конструкции мозга при жизни, в ее начале, а просто по результатам. Если он облапошился, если он не смог решить задачу, которая ему была предложена, он декапитировался. И обращаю ваше внимание, пять поколений родственников, то есть родственники в пятом колене. Не то, что далекие предки, племянники, двоюродные и так далее. Это позволило, во-первых, обращая внимание на численность китайцев, их много, не сильно пострадали при таких технологиях церебрального сортинга. А во-вторых, они добились того, что на протяжении тысячелетий у них систему власти, люди с первичным сознанием, скажем так, переводя на тот язык, на котором я сегодня с вами говорю, не попадали. А если попадали, то задерживались очень недолго. Вот, сами понимаете. Других методов нет. А как же происходило в Европе, где как бы вы скажете менее так сказать жестоко все, ничего подобного. В Европе как раз это было кругом и рядом. за счет мелкости государства, за счет доступности результатов. Именно так и происходило. Там еще несколько процессов, но сегодня мы говорим о том, почему так быстро меняется у людей отношение на прямо противоположное. То есть с какой стати-то? Дело в том, что для первичного сознания ваши идеи, мои идеи, какие-то там концепции, философские, какие-то там представления мировоззренческие об экономике вообще не имеют никакого значения. Это все только инструмент для того, чтобы так сказать решить биологическую задачу. Больше ничего. Поэтому им абсолютно все равно какая содержательная часть. Обратите внимание, что сейчас происходит в основном. Те же самые, но у нас уж совсем близкие, те же артисты. Они рванули, побежали спасать свои деньги любой ценой. Все, больше никаких смыслов нет. Не надо искать каких-то убеждений, еще что-то. Чисто биологические поступки, никаких других. Чиновники очень многие, которые там в свое время очень удачно натаскали деньги, вывезли их на Запад, и теперь вы ничего с ними не сделаете. Почему? Они, может быть, и за, но за деньги-то страшно. И опять биологическая система. Видите? То есть обладатели первичного сознания не могут принять никакого объективного и адекватного для страны решения, если дело хоть как-то касается их личных биологических проблем. С вторичным сознанием чуть-чуть получше. Там есть люфт небольшой, потому что все-таки неокортекс используется, и он предсказывает то, что некоторые поступки не надо совершать. ну, то есть прогностическая какая-то просчет вперед. Почему? Потому что для лимбического сознания, сразу же вам объясню, для приматов, ну, и для нас в этом плане, будущего нет. Мы существа без будущего. Почему сегодня человек идет, крадет совершенно откровенно, ему говорят, тебя же посадят. Он говорит, завтра не будет. А сегодня он уже украл. Вот в чем дело, так ведут себя все приматы. Потому что в биологической среде шанс выживания, то есть проснуться наутро, очень низок. И это при наличии лимбической системы развитого первичного сознания обычное решение. Поэтому, если есть возможность украсть, надо украсть. То есть никаких других вариантов нет. А как это сделать лучше, как раз помогает кора, которая адаптирует поведение конкретному решению, конкретной задачи. То есть в данном случае интеллект проявляется не в том, чтобы человек что-то придумал, сделал, а биологичное, не себе в пользу, а кому-то еще. Потому что есть еще один процесс, вы мне скажете, а смотрите, ну как же так, иногда люди совершают какие-то поступки такие важные, социальные. Я вас умоляю, у нас есть биологическом смысле, лимбическая система формирует две тенденции. одна личная, желудочно-пищеварительно-размножательная, а вторая, это видовая. Все равно надо искать, значит, это будет выгодно виду, семье в самом простом, клану, кагалу, махале, там, что хотите, как называете, русскому миру, что больше нравится. Или виду, но все равно это биологическое решение, даже если оно связано со смертью. То есть таким образом как бы у нас мозг устроен очень подлым образом. У нас мы не можем, если человек не пользуется своим интеллектом, то есть, ну, не думает, а использует готовые решения, то все эти готовые решения, они базируются на очень важной вещи, на законах. Вы посмотрите законы, найдите мне хоть один закон, в котором поощряется интеллектуальная деятельность. А? Нет, размножение, пожалуйста, вам тут же начнут деньги давать. Размножаешься хорошо, отлично. Так. И на еду, и на следующего, чтобы дальше размножался. У нас что, коровник, что ли? А нету, где размножаться? Хорошо, вот тебе деньги на норку, там удобно, в изолированном месте, никто не увидит. Вперед. И так дальше. Государство в системе законодательства поощряет биологические начало. У нас ум не поощряется. Тритичное сознание во всех его проявлениях наоборот преследуется. Это детям говорят, вы должны развиваться. Но когда они развиваются, а потом пытаются приложить свои возможности, выясняют, говорят, что они никому не нужны. Это такая мистификация, легкая, в виде такой заботы своеобразной. На самом деле, это огромная проблема. И всякий, кто из вас работал, а люди здесь, многие уже зрелые, поработали, знаете, любимый наш поговорку, такая инициатива, наказуема, попробовать что-нибудь на работе придумать, огребетесь по полной программе, причем так, чтобы потерять то, что имели. Это что? А это значит, что вы находитесь в среде носителей первичного сознания. И решили выпендриться. Они же так оценивают. Они же не оценивают, что вы хотите хорошо сделать для всех. Нет. Они думают так, ага, этот такой же, как я, с первичным сознанием. Но он решил выпендриться и вот притащил какую-то глупость, какую-то идею. Его надо тут же закатать в асфальт. И это происходит повсеместно. И чем меньше будет критериев, по которым мы сможем оценивать интеллектуальные возможности людей, то есть первичное, вторичное, третичное сознание хотя бы так, тем больше шансов, что у нас первичное сознание, которое адаптивное, бескомпромиссное жулики, потому что цель-то у них другая, биологическая. Плевать им на все эти законы, на весь вид гуманизм и на все остальное. Они решают свою биологическую задачу любой ценой. Они с биологической точки зрения, как вид гомо сапиенс, они абсолютно правы. Их ничего не останавливает. Смотрите там на папу римского, который там в засос сапог у негров лижет. Не останавливает. Поэтому никакие духовные скрепы в этом случае не помогут. Переменять скрепы надо к тем, в кого их можно воткнуть. Потому что если вы имеете дело с носителем первичного и вторичного сознания, который использует абсолютно биологическую мотивацию, которая маскирует повседневным поведением, ничего вы не добьетесь. Эти скрепы он тут же начнет использовать. Он скажет, медная скрепа, можно сдать. Все, никаких других не будет. Или продать, если это идея. Больше ничего. К сожалению, вот этого общества не наше, не европейское. Вот этого дела признавать не хочет, не любит и не будет. Тогда что вводится? Если это признать, происходит катастрофа. Тогда вводится, что люди разные, независимо от цвета кожи, вероисповедания и происхождения. И разные они не потому, что один в подряснике скачет, а другой там в кипу напялил. А разные потому, что в голове находятся. И это непреодолимая ситуация никакими способами. Ни воспитанием, ни скрепами, ни патриотизмом ничем на свете. Почему все-таки это не в таких масштабах, не так ярко проявляется, как сейчас? Потому что, как правило, те, кто плохо соображают, чаще гибнут. Есть естественная уболь и тех, и других, и третьих. При наличии, например, первичного сознания молоденькие девицы в 90-х годы, приведу пример, они, например, очень, поскольку критичность была на нуле, несмотря на то, что они были в прошлом комсомолки, пионерки и прочие всякие прелести, они потом тут же сделались глубоко верующими, именно потому, что у них первичное сознание, а потом и стали верить всяким магам и волшебникам, ну, типа там, Кашпировского, Чумака и прочее. И, значит, что делают? У них возникает онкология молочных желез. Это просто через меня прошли очень много таких случаев, то есть речь идет о тысячах. Они вместо того, чтобы пойти сделать операцию в течение получаса, они идут к Чумаку или еще к какому-нибудь этому магу и волшебнику. Он их заклинает. Ну, потом, значит, понятно, через лимфатические протоки подмышечные, метастазы и смерть. Там, в 23-25 лет. За это, естественно, ни один Чумак не ответил. Хотя речь идет о тысячах женщин. Из-за чего это все произошло? А из-за того, что они стали верить в то, что им говорят. Первичное сознание, оно не критично вообще. И самое главное, что вы не можете ничего объяснить. Вы можете стоять и говорить, не делай этого, не делай этого, не делай. В лучшем случае вас пошлют известным способом. Но действия никакого не будет. В этом ужас вот такого, скажем, детерминизма, который возникает при первичном сознании. Но, с другой стороны, если вы убедите владельца первичного сознания в том, что надо вот так поступать, он лоб все расшибет. То есть, поэтому, в общем-то, в таких людях заинтересованы очень многие организации, государства. Поэтому, и они, к тому же, являются субстратом для появления вторичного и третьичного сознания. Потому что, к сожалению, мозг так изменчив, что эти вещи не наследуются. И разводить людей, как коров, по уровню сознания не получится. Потому что, из любой среды может выйти талантливый, таленный, гениальный, сообразительный инженер и ученый, кто угодно. Поэтому, вот так вот разделить, как пытались в Дикой Германии, там, Иосиф Виссарионович, как пытался это делать, как до этого пытались размножать гений в талант, там, в Древней Греции. И много-много-много. Там, с шумеров пытались это делать. Ну, и даже с египтян. Почему? Как они пытались? Как они пытались это делать? Они же понимали, что вот в семье вроде бы они нормальные, так, ну, договориться могут между собой. Они, давай жениться на сестрах, направо и налево. Инцест, они, ну, плевать то, что там половина детей умирала. Это, кстати, характерно не только. Это заметили давно, что люди в определенной семье обладают определенными характеристиками. И инки делали точно так же. И точно так же делали и шумеры с незапамятных времен, и египтяне, то есть, и фараоны все время женились на сестрах. Для чего? Они пытались, не деньги же они собирали, как шведы. Ну, ладно, с шведами все понятно. Они там на близких родственниках все время непрерывно этим занимались. Ну, почему? Потому что они жадные просто. Но в те времена фараоны были не очень жадные. У них были другие интересы. Но они хотели создать популяцию вот этих самых, которые хотя бы с вторичным сознанием. Именно поэтому на сестрах. Кстати говоря, и многие наши недавнешние современники баловались там. Эйнштейн женился на своей троюродной сестре. Она одновременно, он ее был троюродным братом по отцу. Там, Стравинский, по-моему, тоже на двоюродной сестре. Ну и так дальше. Список там до бесконечности. Любили они это дело. А в чем, кстати говоря, почему так? Чего это на своих двоюродных сестрах-то женились? А вот здесь мы опять возвращаемся к мозгу. Это такой интересный факт. Дело в том, что у таких близких родственников мозги очень похожи. То есть они все равно разные. но есть семейные и даже наследственные извилины, например. И они похожи, и за счет этого договориться можно. Понимаете? Муж с женой ему удается как договориться, потому что обычно жена говорит сковородка, а муж думает всем о другом. Значение слов даже непонятно. Да, и поэтому ему приходится сковородкой. То есть, взаимопонимание намного глубже. Поэтому на родственниках очень многие. 19 век он весь так красной нитью проходит. Там сплошные кузины и двоюродные сестры. Почему? Проще найти общий язык. Детская смертность, да, конечно, печальна. Зато есть с кем поговорить дома. Это великое дело. То есть, вот это перевешивало. Вот такая ситуация. То есть, если возвращаться к сегодняшней ситуации, что у нас, что за рубежом, то проблема мы расхлебываем стабильную эпоху, во время которой носители первичного сознания, поскольку идентифицировать их невозможно, они же одеваются как нормально, говорят все, подражают очень точно. Они, может, не очень начитанные, но зато сильно наслушанные. Это, кстати, полезное дело. Многие такие бывают. Они спокойно инфильтруются. в зоны своей некомпетентности. То есть, там, где надо работать с неокортексом, они работать там не могут, но они могут подражать. Пока это безопасно, их мало, это нормально. Но иногда это становится опасным. Например, военные действия идут и прочее. почему именно воины всегда вытаскивают на поверхность талантливых полководцев и все. Чего им в мирное-то время не пробиться? Ни за что и никогда, потому что обладатели первичного сознания, у которых на кортекс подчинение, они будут уничтожать все вокруг себя, иначе их дурость станет заметна. В этом все делают. Конкурентное биологическое поведение, и только потрясение, типа войн, революции выносят на поверхность вот эту выстраивают систему 7-2-1, которая является залогом стабильности. Но если ее не чистить, то есть если не вырабатывать критерии, все это всегда кончается плохо, так как сейчас мы с вами видим как у нас, так и в Европе, и в США, и везде. То есть стабильный период без контроля результатов деятельности приводит к всплыванию носителей первичного сознания и вытеснению тех, кто может хоть что-то решать. Их надо искать с микроскопом потом. Вот такая ситуация. Ну, я закончу, если есть вопросы. То есть мужчинистые тетки без хитик способны? Что? Что? Мужинистые тетки без хитик способны? А тетки-то тут при чем? Они же думают у них мужчинистые чего-чего-чего? Они же думают у них мужчинки. У теток вообще мозгов немножко меньше, чем у мужиков. Не в обиду больше. У мужиков по сотню. Есть, да. Но там, например, соотношение. У женщин там одна из сотни, а у мужиков два из сотни. Ну, примерно так. то есть правильно я вас понял, что жидкая система детерминации в виде нелиберальных абсолютно государственных институтов ФСБ, МВД, Армия. А вы думаете, там другие, что ли? Нет, там есть такие, что ли. Но у нас называют кровожадными. Не в кровожадности дело. Надо ставить такие задачи, которые подразумевают решения рассудочные. А в армии ставятся задачи, мягко говоря, не очень. Что? Долго. Ну, как долго? Вот, все ясно, вон Москва утопала, почему ни одного генерала перестроем не расстреляли? Так, у меня простой детский вопрос. Почему? Что там произошло, всем уже известно, все смеются. Почитайте, я же не буду повторять вражеские голоса. Скажите, а вот это третичное сознание, оно появляется от рождения или там на каком-то уровне? Сейчас объясню. Значит, это злой вопрос, потому что как третичное сознание, оно врожденное, мозг должен мочь это делать. В этом отношении оно врожденное. То есть, если у человека неокортикальные структуры маленькие или комбинация, которое позволяет заниматься осмысленным произвольным мышлением, даже не осмысленным, произвольное мышление, понимаете, вы можете себя заставить думать, например, о том, почему летает муха, ну, или еще какая-нибудь глупость. Неважно. Но это не биологическое. Если вы можете думать не только о еде, размножении, своих детях и всякой прочей фигне, а о том, что не приносит никакой вам пользы и думать настойчиво, долго, это значит, что у вас есть это самое сознание. Вы, самое главное, не думайте, как в Ассесуале Лоханкин о судьбах русской интеллигенции. Вот этого не надо. А вы воплощаете потом свои мысли в практику, тогда действительно у вас это третичное сознание есть. Но люди с третичным сознанием очень часто никогда его не реализуют. Сейчас вам объясню. Вот вы представьте себе, что вы гениальный, очень одаренный человек. Очень хорошо понимаете окружающих, тонко чувствуете, разбираетесь, да? Допустили. Намного лучше, чем окружающие. Третичное сознание дает такие преимущества. Зачем же вам трудиться? Вы же будете их всех обманывать. А вот это преодолеть архи сложно. Потому что у вас, получается, есть обезьянье начало, которое у всех же лимбическая система сидит, даже никак не выбрасывают. Она сидит, и она вас гложет. Почему великие художники? Вы посмотрите. Кик. Нехорошо ругаться. Художники. Там он делает две картины, на них делает имя. А потом гонит левоту. Такую, что страшно смотреть. Когда чувствует, что интерес теряется, он опять пару произведений. И так далее. то есть соблазн обмануть окружающих с большой выгодой для себя при развитом мозге так велик, что удержаться очень сложно. Вот в чем дело. Это одна засада. А есть засада, связанная с ростом. Дело в том, что такой человек, у которого, представим себе, мозг достаточно развит для того, чтобы обладать третичным сознанием. Но ему должно безумно повезти. то есть он должен оказаться, получить соответствующее образование, воспитание и оказаться в подходящей среде. Те люди, которые за счет самодвижения, вот то, что называется гении, они пробиваются, несмотря ни на что. Их единицы, но у них есть огромные преимущества. Они, благодаря тому, что их мозг построен там, что есть выраженные структуры, нужные для их таланта. И он подчиняется им, больше, чем лимбическая система. Он ни есть, ни может, ни пить, ни за девушками гоняться, он в этом. Это тоже дефект мозга, это патология, по большому счету. Но, благодаря вот этой тенденции, то, что он ничего другого вокруг себя не видит и делает то, что ему очень нравится, он достигает результат. Но таких единиц ими можно пренебречь. А в среднем уровне получается так, что должно повезти, то есть надо уродиться с приличным мозгом, то есть для третичного сознания и, соответственно, получить подготовку. Но и это не гарантия. Потому что лимбическая система, она такая похотливая, ленивая и подлая, что преодолеть в себе вот это вот очень сложно. И поэтому обычно люди десятки лет вырабатывают инструменты внутри себя, даже не понимая об этом, вырабатывают инструменты, которые позволили им не думать о биологических проблемах. Это очень сложно. Потому что у вас все время вся жизнь ваша, каждодневная, подталкивает к тому, чтобы вы занимались тем, чем занимались наши обезьянные предки 60 миллионов лет назад. Они в коем случае не тратили свою энергию драгоценную и свою жизнь, которая необратима, на какую-то ерунду, которая вам бесполезна. Отсюда все проблемы. Соблазн велик, поэтому, придя к власти в Америке или в Европе, они начинают решать свои биологические проблемы и не могут с них соскочить. Ну, не может Баррель. Он рассуждает как ребенок. За что? За деньги. И он не может от этого отказаться. Там из них в Евросоюзе иногда появляются. Там одна тетенька написала книжку о том, как в Косове органы удаляли у сербов и потом торговали в Италии и в Германии на протяжении многих лет. Она исчезла как сон, как утренний туман. Да, да, да. Ее отовсюду выперли. Пожалуйста. Она сделала только один шаг небиологический. А если бы она украла 10 миллионов евро в Евросоюзной кассе, ее бы поощрили. И Папа Римский, наверное, бы приласкал даже, может быть. Все-таки вы не ответите на мой вопрос. Какой? Вот мы военные, у нас там ребята есть со спецслужб. У нас, как правило, люди, которые, как вы говорите, лимбические, которые жуткие из них, но на земле которые поливаются наверх. Ну, конечно. Им удобнее. Они адаптивные такие. Может быть, надо сделать жесткие вещи, вот, ну, допустим, навески подправления, которые будут пристрелить просто, и они дальше не полезут. Это хорошее дело. Может быть, жесткость именно вот этих институтов, именно жесткость, где тебя оценивают не потому, сколько ты в отчетах написал. Дело в том, что они, то, что они лижут, я за, но они тоже лижут, у кого таких же, как сами. Большой привет. Там же ведь проблемы-то. Если мы жёсткая форма, у нас, в Министерстве обороны, потому что вот такие, как я, они называются, ребята, вы вечные полковники, вы дальше не полезете. Правильно. вы равнику эти жопы не режете. Да, то есть вы социально опасны. Вот. Вот тех, которые режут жопы, надо отстреливать? Конечно, надо. Скажи, я вам извините, сейчас отвечу на ваш вопрос более точно. Дело в том, что уже 15 лет, сейчас вы спросите. Спасибо, Дикузов. Дело в том, что это всегда так было и во всей истории, но дело в том, что уже 15 лет назад я сделал систему, которая позволяет при жизни определять вот этих вот, отделять жополизов от людей на Земле. Значит, это называется серебральный сортинг. Для этого нужно создать томограф с разрешением 1 воксель, больше ничего. Воксель 1 микрон. У него написана книжка «Изменчивость и гениальность», где я подробно описываю, в чем там дело. Причем на мозгах всяких хороших людей. Правда, некоторых и застреленных. Но тогда Феликс Емундович распорядился строго в голову не стрелять. Поэтому стреляли куда надо. В основании черепа. Никаких оснований черепа. Там можно повредить. Она же срикошетит от седла. Привет. Нет, я смотрел таких. Это плохо. А... Самый главный этот был... Нет, там они стреляли в сердце просто. Они стреляли в основании черепа. Это уже потом было. Это уже... А вот самых выдающихся стреляли, так как я говорю. потому что... Потому что мозг брали для исследования, а не просто так. А это рисковать никто бы не стал. Так вот, эта книжка сделана на основании исследования этих людей, которых известны способности их было, известная одаренность, и в том числе дорогой Владимир Ильич туда вошел. Там в книжке все это описано. И там есть четкие показатели, структурная выраженность, там не надо никакой физиологии, никакой мистики. Ну и структура большая, вот такая зрительная система. Мы видим художник. Там еще пяток структур должно быть, которые ее обслуживают. То есть мы видим в 11 структур музыканта, все гигантские, а они могут быть, обращаю ваше внимание, не на 20%, не на 15%. В 40 раз разница может достигать. В 40 раз, понимаете? Если у вас пушка со стволом в 40 раз длиннее, она, наверное, лучше будет стрелять. Вот с таким. Слая по калибр. Калибр подходящий. Дора, например. Изменчивость и гениальность. Там уж 5 изданий вышло, по-моему. Так вот, там основание этого всего, что есть структурная предрасположенность. Это не какая-то фикция, это просто больше или меньше структуры. Вот, например, летчик, там у него должно быть зрительное 17-е, 18-е, 19-е поле все равно больше, чем у обычного человека. Да, он будет тогда летать отлично. Даже если у него вся электроника вывалится, он будет летать на каком-то там Ил-3. И то будет отличный летчик. Я знал такого одного, который летал на И-16 до 43-го года. И нормально, если у него все в порядке с головой, он с Мессершмиттами 108-ми сражался. Не только. У него потолок был выше, он залезал туда и снимал как Зайцев. Все. Но это другая история. Давайте. Скажите, а вот в каком возрасте, допустим, можно диагностировать, что лет... 16-18. Но диагностировать еще нельзя. Вы представляете такой томограф сделать? Что мы с генералами будем делать? Нет, я про то, что... Представляете, что начнется? Если у человека нету в мозгу потенциала для третьего уровня, то есть ли смысл тратить на него силы в плане воспитания? Вот для этого нужен церебральный сорсинг с томографом. Для этого, чтобы вот такие заявления делать, даже с моими знаниями я не могу вам сейчас точно перечислить структуры, которые должны быть большие. Для этого надо вести исследование. Тот, кто первый начнет это делать в мире, тот будет этим миром и управлять. Понимаете, отберем сотню гениев настоящих. И... 25 миллионов все уже... Когда по макару поехали? Томографа нет. Я почему книжку... А мы поставим их сделать? Кого? Их кого? А таких нету, да, томографа? Нет, нет. Нет, проблема заключается в чем? Создать его можно было уже 15 лет назад. Сейчас кое-какое шевеление идет, но слабенькое. Ну вот, поскольку никаких там особых... Это чистая технологическая вещь. Повысить разрешение. Там есть масса всего. Есть рентгеновская оптика, есть фазовый контраст в рентгене. Много-много чего, что позволяет снизить рентгеновскую нагрузку, увеличить разрешение и прочее. Все это хорошо известно. Но, когда 15 лет назад я хотел опубликовать книжку, я ее не хотел опубликовать. Я принес рукопись, положил на стол, куда надо, и сказал, «Ребята, у нас есть возможность сделать из нашей страны пуп земли. Отберем гениев, и никто на Западе не трепохнется. Никогда». Гений отличается от того, что его предсказать и вычислить нельзя. Уговорить нельзя ничего. То есть можно таких людей отобрать. Вот давайте создадим такую систему. Все научные фундаментальные основания для этого здесь изложены. Через четыре часа совещания им было сказано, что же будет с нашими детьми. Видите, уже второе мышление. Первое мышление бы спросило, что же Гусс. С ними уже ясно, что будет. Они же понимают уровень своей некомпетентности. А были общества, где будут проценты на конкурсы? Не понял. Общества в мире были? Нет, это когда происходят какие-то революции. первое время это действительно так достигает. Иногда даже двенадцать, пятнадцать. Короче говоря, буржуазные революции в Европе и в нашей стране. Кстати, Владимир Ильич то, что провел эту революцию, на самом-то деле вы посмотрите его фотографии. Кто вокруг него стоит? Инженеры. Это были инженерные революции. Почему? Потому что с сороковых годов девятнадцатого века они стали поддерживать инженеров. То есть что? Их размножать, платить им большие зарплаты, образовывать и прочее, давать дворянство и так далее. И к концу, через три поколения их число достигло как раз вот в вашем вопрос 15% примерно. И они сделали европейские революции, нашу революцию. И у нас она приняла такие формы. Но она все равно была инженерная. Вспомните индустриализацию и все остальное. Первые идеи все инженерные. И все остальное было таким же. То же самое происходит сейчас. У нас больше 15% людей, которые являются цифровыми людьми. То есть так называемые цифровики. Смена этого сегодняшнего церебрального сорта неизбежна. Если по гамбургскому счету, по большому, то война на Украине. Операция. Операция. Она на самом деле происходит между мировой финансовой системой и цифровыми мальчиками. Только ни те, ни другие там не стреляют. Но организованы именно для этого. Потому что сейчас происходит смена парадигмы церебрального сортинга и к власти постепенно приходят те, кто называются цифровики. Почему? Потому что людей с мозгами, которые позволяют программировать, создавать компьютерные системы, жить в этой среде программной. То есть создавать то новое, чего до них не было. Их достигло уже больше 17%. Поэтому они неизбежно, ну как каток асфальтовый, вот он едет и едет. Они также точно разомнут все это в Америке. Они пытаются там просто силовыми способами, буквально там принудительными все это дело остановить. Не получится, потому что если брать у Хазина надо спрашивать, не у меня, посмотреть на финансы, они взяли, выделили и у своих противников отняли финансы, цифровики цифровые системы сообщества не нуждаются в деньгах банкиров. А это значит и обречены. Все. Они напрямую относятся с нами, с каждым конкретным пользователем и таким образом получили колоссальную власть. И конфликт собственно говоря перешел в горячую фазу. Он может происходить еще в 20 местах в мире, но суть от этого не изменится. цифровикам же нужна оборудование, а если оборудования нет, вон как в Мариуполе. Пойдите, а как цифровой мальчик выживет? Это их останавливает. Выживете цифровой мальчик, там где нет. Но вот сейчас будут лазерно-ионные батарейки и все. И ваша последняя надежда в Мариуполе закончится. Почему? Почему? Потому что тогда не надо будет искать источники. Вот перед нами типичный представитель финансового олигархата, который хочет убить цифровиков. А вот ваш коммунист, а почему его в частном порядке нельзя делать? Политическая воля нужна. Если не там вообще не деньги, там что-то сейчас надо где-то порядка полутора миллиардов долларов, там вообще ни о чем. Нет, частным образом это не сделают. Вот, вот, видите, вот, видите специалист, он говорит, сделают, бым-бым-бым, и все, со всеми. Вот это все кончится. Номерного результата не будет по основному, как помограф покажет, что кто-то гений, а кто-то любит ну, сначала надо отработать. Есть яркие, четкие параметры, есть те специальности, которые, какой вам вред от художника? Да никакого. Там и пользы никакой, правда. Ну, тем не менее. Талантливый. Да, талантливый. Ну, вот так можно сходить, что, нет, 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 вы, мы, мы и так, цифровики и так устроят, это не волнуйтесь, без всякого томографа. И будет еще менее. А сейчас не так. Вы посмотрите, ну, проехав, прокатись по Рублевке, там, не дарвинизм, нет, там социализм сплошный. Скажите, а у них вообще коммунизм? Ох. Скажите, вот вы сказали, что проявляется в 18-19 лет. Уже мозг созревает, просто когда, я объясню, половые центры последние дифференцируются, это вот в этот момент. В этом возрасте же уже кроме физического обследования можно сделать какую-то диагностику через запросник, то есть можно же уже человека тестировать. Да, вам объясняю. Вот специалист по ПИФ-ПАФ, пожалуйста. У них в их контору все время отбирают по всяким опросникам, психологи. Предатель на предатель. Это из Министерства обороны. Но у нас есть люди, которые работают по опросникам. Да, опросники, объясню вам, индекс IQ был и создан, как известно, еще в 50-х годах, и на нем пытались отбирать. В результате этого отбора американцы закупали физиков, математиков, химиков и биологов, где? В странах недоразвитого социализма. Почему? Потому что всех умных по опросникам по индексу IQ они отправили в тюрьмы. Самых талантливых. Почему непонятно? Потому что тесты создают посредственности для отбора посредственностей. Я приведу один пример. В Америке после Второй мировой войны большой прогресс. В промышленности везде было. Знаете, почему сделано? Потому что 56 тысяч мужиков, которые пришли с войны, им провели лейкотомию острым ножичком. Вот так. Чик-чик-чик. Чтоб лишних мыслей не возникало. И Америка заблагоденствовала. Это называется подрезать лоб лобной области. Чик-чик. Это у них была очень модная операция. 56 тысяч мужиков. Нормально? И тишина. А как они рекламировали? Стресс послевоенный. Это так тяжело. Теперь они просто глушат наркотик. Да, да. Скажите, пожалуйста, есть такая точка зрения, что, скажем, есть подсознание инстинкты, интеллект это сознание, а есть еще сверхсознание это интуиция. И действительно мы можем обратить внимание, что интуиция иногда срабатывает. Интуиция? Сейчас все объясню. Это сверхсознание, которое не отнимает 25%. Сверхсознание никакого не существует. Это выдумки психолухов. Значит, почему? Объясняю. Потому что что такое интуиция? Если человек является чистым лимбическим приматом, который ничего не высчитывает, ничего не обдумывает, а просто действует вот как, знаете, как 18-летняя девушка, как сердце вот велит. Вот он так, некоторые так живут всю жизнь. Вот. И нормально. Что они делают? Лимбическая система, та самая, которая занимает 10% мозга, подчиняет себе неокортекс. И решение принимается лимбическое. Но на основании вот интуиции, это ваш весь личный опыт, который вы не осознаете. То есть, можно сесть и рассчитать все, каждый шаг, а потом кирпич прилетел откуда-то сверху, и все погибло. Да? А можно интуитивно поступать, но все равно инструмент тоже самое. кора и вычисление на основании вашего личного опыта, ваших знаний, книг, там, чего угодно, образования следующего поступка. То есть, есть способ расчета, а есть способ интуитивного выбора. Вот женщины стараются все время интуитивный выбор. Им не хочется заморачиваться. Они, ну, я так чувствую. Вот, раз, смотришь, и получилось, поскольку все вокруг такие же, ну, все нормально. А если попадется хоть один хитрый, который будет, то может и не получиться. Так тоже часто бывает. То есть, который расчетом пользуется. когда таких два человека сходятся, обычно тот, кто порасчетливее по продуманию, обычно обыгрывает интуитивную обезьянку. Так, это, это такое есть. Но никакого сверхсознания нет. К сожалению, вот эти все сверхсознанцы, они, им предлагались решать всякие проблемы, они ничего решить не могут. Вот перераспускать, они, да, могут обманывать, это у них хорошо получается. Но решить проблему, это же все очень просто, решаешь проблему или не решаешь. Критерий очень простой, только ты должен отвечать за решение. И проблема вот в нашей стране, то, что за ответственное решение никто не отвечает уже 30 лет. Решение принято, подписи известны, кто поставил, кто сказал, кто разрешил, кто сделал. Почему ответственность нет? А если была ответственность, то никакой проблемы бы с дифференцировкой первичного, вторичного, третичного сознания не было бы. Потому что мелкие жулики и прохиндеи тоже убирались бы из сообщества. Или в тюрьму, или на кладбище. Все. А кто будет ставить задачу носителям третичного сознания? Человек с пистолетом. Это понятно. Выназал уже с двумя. Просто ведь, чтобы понять ту задачу, которую эти люди должны решить, тоже надо обладать высоким уровнем понимания процесса. Да, Ежов, боюсь, не справился бы. Ну, а Лаврентий Павлович может здесь справиться? Нет. Тогда скажите, каким образом? Лаврентий Павлович был идеальный адаптант. У него вторичное сознание было, но это моя точка зрения, чисто субъективное. Но он до смерти любил жить. Хотя этому не удалось до конца. Хорошо звучит, но смесь любил жить. Да, да. Вот. И раз так, он обладал природным чутьем на людей. Надо сказать, что не на всех. Он часто подбирал полных ничтожеств. Но умудрялся их вовремя убирать известным способом. И среди людей, которые с его точки зрения могут приносить результат, рано или поздно такие появлялись. И он уже к середине войны до такой степени насобачился, что он стал действительно уметь выдергивать профессионально людей. То есть он, скажем так, был кадровик. Сам он соображал так себе, судя по его многим поступкам. А вот подбирать людей умел. В общем-то генеральный начальник, который должен быть просто знатным бабуином и больше ничего, должен уметь только одно делать, честно подбирать честно для себя. Не по родственным, не по дружеским, не по каким другим связям, а по делу. Должен подбирать людей, которые могут делать то, что он не может. Задачу кто ставит? Как поставить задачу правильно, если управляющая система примитивнее управляемая? Нет, проблемы-то все очень простые. Еда, оборона, экономика. Для оставшихся 90% людей. Да, да. Я могу сделать несколько вопросов, а в комплексе на них ответить уже может только человек, который бы подобрал. Давайте поблагодарим профессора Савидеева. На этом закончим. Спасибо большое. Савидеева. Спасибо.